Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Включаю зажигание и тишина. Обычно в Porsche сразу начинает звучать музыка, а здесь на месте мультимедийной системы ниши под мелочи, ради экономии массы. Аудиосистему можно установить как опцию, но это все равно, что тащить свой бумбокс на оперный концерт. Здесь есть что послушать. Если смотреть на цифры, то атмосферный двигатель кажется каким-то пережитком. Здесь 4 литра рабочего объема, но момента при этом всего лишь на 10 ньютон-метров больше, чем в обыкновенной карере с надувным трехлитровым двигателем. Да и время разгона до сотни 3,8 секунды. Оно такое по меркам современного Porsche, ну средненькое. Например, RS с таким же мотором и роботом ПДК на полсекунды быстрее. Это существенное преимущество. В мире спорткаров оно стоит больших денег, но принадлежность к ограниченной серии ценнее. Поэтому распроданная в одночасье R-ка оказалась в прайс-листе Porsche выше RS-ки. Номинальное обоснование – подросшая максималка. Освободившись от большого антикрыла и грузоприжимной силы, она способна развить на 13 км в час больше. Но R-ка – это не автомобиль для выполнения нормативов. Это автомобиль особых ощущений. В карерах, например, внедряются двухдисковые сцепления, двухмассовые маховики ради комфорта переключения. А здесь за доплату, и вот на моей машине, например, облегченный маховик малоинерционный и однодисковое сцепление. Все ради чувства двигателя, ради более прочной связи с ним. Центр притяжения рычаг шестиступенчатой механики, она уникальна. Компания ZF специально разработала механизм переключения по спецификации Porsche с укороченными ходами. И хотя использован корпус стандартной семиступенчатой коробки, здесь свой передаточный ряд, он чуть длиннее, чем на GT3 и на GT3 RS. Даже семь скоростей на Porsche сегодня перебираешь почти без ошибок. Но только вот эта шестиступка показывает, что же такое четкость с большой Ч. Заезженная оружейная метафора здесь по-настоящему актуальна. Перезарядил и выстрелил. Замечательно получить полный контроль над этим двигателем. Все-таки ПДК бывает иногда авторитарным. Может вдруг переключить ступени прям по ходу виража. Здесь такое немыслимо. Отклик острее, чем у любого турбомотора. Хотя на одном отклике не уедешь. Нужно время, чтобы набрать обороты. Коленвал раскручивается до 8 с половиной тысяч. Пик мощности приходится на 8 с четверти. Поэтому, если хочешь добиться полной отдачи, жми все соки. 500-сильная шестерка тут всегда максимально отзывчива. У двигателя единственная настройка блока управления. А кнопка спорт – это просто включение режима автоматических перегазовок. Его помощь – залог долголетия дрогущего сцепления. ПДК на РС никогда не дает упереться в отсечку. Он всегда перещелкивает передачи по достижении максимальных оборотов. А здесь, пожалуйста, можно коснуться неба. В этом нет практического смысла. Но честность отношений словно добавляет лошадиных сил. Все. До последней рисочки тахометра. Мое. Жара, ребята. Не в переносном, а в прямом смысле. Кондиционер – опция. Ради заветных цифр в технических характеристиках. Непонятно, как без него ездить. Главное, непонятно, зачем. Ни один нормальный человек не почувствует этого отбора мощности или разницы в массе. Будь эрка на 10 килограммов тяжелее, никто бы не умер. Массу вообще не прописывали в тех заданиях и проектах. Легкость – она как следствие выбранной концепции. Ведь не было цели скинуть эти полцентнера относительно РСКИ, а только собрать легчайшие ингредиенты. Углепластиковая крышка капота багажника, крылья, хотя крылья здесь свои особенные, легкая магниевая крыша, стекла из поликарбоната сзади. Вот эти все кузовные ухищрения, они уже были использованы на РСКИ. Основной выигрыш в массе по сравнению с РСКИ здесь – это механическая коробка и композитные тормоза. Сзади нет каркаса безопасности, как знак того, что это более дорожная машина, нежели трековая. А шумоизоляция отсутствует в самом правильном месте – в моторном отсеке. Шасси, как и кузов, здесь от ГТ-3. Нету вот этих вот здоровых РС-очных колес диаметром 21 дюйм сзади. По кругу 20-дюймовые. Под тягой машина не так скачет, следуя профилю. Более гуманная подвеска. Причем, поскольку здесь иная аэродинамика, чем у ГТ-3, и развешана машина по-другому, потребовались свои собственные амортизаторы. Классный, собранный, энергоемкий ход. Накануне, когда мы обсуждали проект с инженерами Порше, во главе с шефом ГТ-подразделения Прёнигером, немцы уверяли, что это один из наиболее нейтральных 911-х. Ну, я бы не сказал, что недостаточно поворачиваемости нет вообще. Под тягой он все равно норовит пропихнуть морду. Но зато очень здорово под сброс доворачивается. Грешным делом подумал, что я какой-то криворукий. Прокатился пассажиром с великим Вальтером Риолем. Справа тоже многое видно. Первый у него скользила передняя ось. Но вообще шасси жутко цепкое, и Michelin Pilot Sport Cup 2 нереально крут. Ты веришь на машины? Да. Это неизбежно. Я никогда не видел такого машина. На самом деле, машина является частью динамикой этого машины, потому что это неизбежно. Это фантастично. Это 9.11, который ты мечтал? Да, абсолютно. Это немного как в 1973 году. 2.7 RS. Это плохая машина. Танец делает точно так, что я хочу. Он следует двигаться. Он аккуратно, как я хочу. Я чувствую, что каждый миллиметр аккуратный. Я чувствую, что я не могу. Это, что я ожидал. Поскольку шасси от GT3, оно тоже полноуправляемое, с задними подруливающими колесами, они отклоняются примерно на полтора градуса. Ну, это максимальное значение для парковочных режимов, а в динамике задается гораздо меньший угол. Чувствуется, что задняя ось подыгрывает, но при этом в целом машина ведет себя достаточно честно. Здесь нет такой чудной поворачиваемости турбака. Руль легкий, очень понятный. И, что удивительно, машина совершенно не страшная. Дифференциал повышенного трения, самый простой, от базовой кареры, с небольшой степенью блокировки. В этом и соль проекта, когда объединяются максимально легкие компоненты, которые до этого друг с другом не работали. Важны настройки. Связующая софт переднего и задних рулевых механизмов, специально разработанных амортизаторов. Поэтому машина потребовала 15 месяцев испытаний. Мы тут неожиданно встряли в пробку, и я вдруг понял, что мне абсолютно нормально стоять в ней на R-ке. Когда открываешь таблицу технических характеристик, кажется, что это безумный автомобиль. А на самом деле он меняемый. Он не буксует под полным газом на второй и третьей передаче. Он с трудом расстается с держаком, даже когда просто трогаешься, бросая сцепление. В нем нет бесовщины современных турбомонстров. И в этом его убойный шарм. А еще мне нравятся истории появления 911-го R. R-ка – это такой фан-проджект. Еще одна счастливая история прототипа, ставшего серийной машиной. Ребята из Porsche Motorsport, они неуемные. Даже определившись с коробкой передач для GT3, выбрав робот, они все равно построили прототип с механикой, ну, просто в качестве печки, чтобы знать, от чего плясать. Или чтобы знать, от чего отказались. Машина всем настолько понравилась, что ее не стали уничтожать по окончании рабочего процесса. И она дожила до того момента, пока появился вот этот 4-литровый 500-сильный мотор. Его поставили на старый прототип и ахнули. Такая машина должна пойти в серию. Подразделения Porsche Motorsport на привилегированном положении. Иногда они могут сказать, просто доверьтесь нам, мы сделаем круто. И топ-менеджмент выдает им карт-бланш. Но это совершенно не гарантирует развязку. Наверное, отсюда происходит байка про то, что R означает «рёль». Нам уже неоднократно объявляли, что производство Porsche с механикой будет прекращено. То есть трёхпедальная машина, она вроде как одной ногой в могиле, но она живее всех живых. А когда людей из Porsche Motorsport спрашиваешь, неужели это последний автомобиль с механикой? Они смотрят на тебя, как на ребёнка, которому сказали, что сладкое кончилось, хотя все знают, что в холодильнике есть ещё торт. Захотим, сделаем ещё.